здравствуйте друзья доброе утро едем мы со светланы и по делам тут надо в банк заехать и я подумал сниму-ка я вот дорогу вот эту а как раз светлана впереди видео там беленькая машинка сниму-ка я эту дорогу это хорошая большая ну такая не то что большая но известная магистраль называется фут хилл экспресс-вэй и она как бы является такой альтернативной вот уже взгляд смотри является такой альтернативной дорогой который идет через бэй-эрию она не идет через всю бэй-эрию конечно но вот в этой части где мы находимся вот она есть слева у нас хайвей большой такой же номер 280 вправо там будут идти тоже параллельные дороги всякие начиная вот стоит просто городской улице лками на рилл на которой стоит наш офис и там дальше будет еще один экспресс-вэй называется центру экспресс-вэй это улочка где ведь так бывают светофоры но редко и в общем то удобно ехать быстрее все быстрее все получается ты не стоишь в пробках так как мог бы стоять если бы ехал по другой улице вот а улице красивая сейчас еще цветы вот вы видите вот слева тут ну в зависимости от того какие цветы там иногда прям целая стена цветов вот итак все это растительность вот справа например зелень но за этой зеленью идет небольшая такая дорога асфальта вот вы видите за ней уже жилье а слева тоже уже жилье то есть конечно может быть люди здесь от шума больше страдают чем нормальном месте если понижение в общем вот такая дорога так ну-ка пошли свету что ли догоним мужик нас стрел сегодня последний день у нас работают сразу два человека в офисе это серёжа наш системный администратор елена наш офис-менеджер а вот я тебя потеряла но завезут на нашелся ага давай мы выходим на мэйн хорошо я за тобой еду давай вот видите как света распереживалась куда пропал сергей и лена вот у нас уже есть замена они дней 10 там свою замену тренируют в общем так привыкаешь к людям они становятся такой частью органичной коллектива каждодневного такого нашего ну функционирования жизни не только в производственном плане ну так в общем социально мы будем сегодня провожать и я надеюсь что мы там что-нибудь заснимем не не нарушают искать некоторые такой провиси чрезмерно вот и вам покажем прощаемся ну не навсегда правда мы что все на местности мы что-то все случись чего там подскочить или там пойти к нити к пешечку новый год встретить у нас очень часто мы с вами сворачиваем на улицу мэйн в городе лос-алтес вот такие красивые тут постройки сейчас мы проедем через даунтаун лос-алтес тут ничего не происходит в этом даунтауне кроме того что люди ну что девушка то стоит не идет кроме того что они тут может быть кофейку попьют или что нибудь такое погуляют хотя вы видите с утра сколько машин то а что вы тут кофеёк пил я не вижу но они знают как заходят к пешечку там бутербродик какой-то там булочку ну вот а нам нужно просто по работе в банк заехать наш банк производственный так что да а так парковочка не очень а вон слева какие-то желтые такие грибочки трепишные что там а это наш кафешка мы тут часто гуляем да а в кафешке люди сидят так и есть ну что ладно значит отправляемся в банк из банка в офис и будем проводить торжества прощальные счастлива ну что друзья мы справились с нашими делами и отправляемся в офис а я вам снимаю можно сказать такой проезд утренний по даунтауна города лос-алтес вот он такой маленький симпатичненький пятница проезжаем так проезжаем тут такой знаете интересный даунтаун вот если не смотреть на те бизнес которые тут уже по 20 лет стоят то все остальные так вот откроется наверно не какие-то надежды знаете повышенные на успех откроется бизнес очки смотришь через два года нет его всем восемь вечера здесь пусто даунтауне уже даже раньше может быть пусто если тут есть место где народ толчется это баскин робинс мороженое ну там школьники как тут у них там так тусничок а так совершенно вымерший город вечером спальный такой город да вот тут справа это городские власти там находится интересно вот написано эти справа севик центра сити холл полис департмент так далее здесь раньше сады были ну скажем так застройка шла в конце пятидесятых шестидесятые были сады здесь в то время и вот частично эти сады тут есть они как бы обихаживаются как раз вот вокруг городских властей там даже собирают урожай не знаю куда девают потом вот то что в саневеле собирают мы там покупаем они продают возле этого сити холла продают совершенно потрясающие персики которые там собирают невероятно кстати может быть сейчас самое время заглянуть или рано еще для персика в магазине персики есть вот это я могу сказать а насчет садов не могу да улица Сан Антонио пока она идет по Лос-Алтас она такая ну можно сказать почти лесная правда смотрите что справа жилые дома стоят слева жилые дома стоят довольно дорогие такие многомиллионные вот то что вы видите в окошечках а потом когда мы въедем в Маунтин-Вью ну мы не въедем потому что мы свернем но вот когда граница так сказать пересекается между Лос-Алтас и Маунтин-Вью эта улица становится какой-то такой я бы сказал индустриальной со всех сторон там какие-то магазины банки какие-то шоппинг-плазы вот а Лос-Алтас он такой именно спальный сегодня второй день подряд солнышко мало идут дождички идут дождички но не сильно вы видите так не заливает хотя я вот в машину садился с утра так все стекло было в воде но больше не капает во всяком случае я не вижу вот собственно мы почти и выехали из города Лос-Алтас вон там впереди видит там какая-то пробочка небольшая вот это как раз перед тем чтобы попасть уже туда дальше к Маунтин-Вью едем-едем-едем смотри как сказать что сейчас именно раннее утро я не могу потому что сейчас вот у меня на часах 11 часов 16 минут сами понимаете а он впереди вот видите как улица меняется смотрите за светофором как меняется улица Сан-Антонио а нам направо опа да вот собственно мы и почти приехали на работу обычно мы заезжаем с другой стороны так со встречной полосы а теперь вот с этой отправляемся на торжества на торжества меняется улица мы конечно здесь очень давно живем уже лет 20 так 5 может быть да много поменялось за это время а странно было бы если бы за 25 лет много не поменялось правда вот мы и приехали все друзья до скорых встреч пока ну и ну и ну и ну и